Всем привет! Ну что, ребята, долго вы ждали этого ролика, и я даже ничего не снимала. Вон Серёжа мне машет. Кажется, началось. Очень мы ждали отёла нашей Лады. И, наконец-то, дождались. Я сейчас сижу дома, Серёжа в сарае. Время уже вечер. Ну, что, будет, наверное, интересно. Очень долгожданное событие, ребята, сейчас произойдёт. Не верю, что мы дождались, потому что наша нетель, Ладушка, начала готовиться к котёлу где-то дней за 10 заранее. И все эти 10 дней мы её смотрели и днём, и ночью. Уже не могли дождаться, если честно. Мы прям рады, что вот, наконец-то. Терпение уже наше лопнуло. У неё и связки разошлись, и в имя налилось уже давно-давно. Ну, уже пятый день с неё молозивой рекой льётся. И тяжело на это смотреть, как ей тяжело уже всё, когда уже начнётся очередная схватка у неё. Для тех, кто первый раз на нашем канале, поясню, что сегодня телится будет наша нетель, Ладушка-Оладушка. Это не просто нетель, это наш самый первый телёнок в этом хозяйстве. Кто нас смотрит уже давно, наверное, знает, да, помните об этом. Самый первый. Рядом лежит её мама, которая когда-то тоже была нетелью. И принесла нам эту тёлочку. Эта тёлочка теперь сегодня тоже станет первотёлкой. Как смогли, мы её почистили. Ну, грязненькая в какашках. Сильно уже не стали лезть. Вот её мама слева. Та вообще, вон, вся ляшка у неё в какахах. Она у нас самая коротенькая, поэтому под себя ходит и тут же плюхается. Как настрой? А, Ладушка, стоишься? Нервничаешь? Жуёшь, стоишь? Ну всё, Ладушка, я пошла готовиться к отёлу. Вот, я приду попозже. Так, что я готовлю к отёлу? Энергетик, это уже после отёла. Луценовский коктейль буду разводить. Полотенце, верёвка. Тащить телёночка, скорее всего, придётся помогать. Растеливаться всё-таки нетель. Дальше, что у меня здесь есть? Вот такой вот гель. Ну, это я пользуюсь при искусственном осеменении коров. Ну и при отёлах тоже, он у меня универсальный, в общем, если нужно будет что-то там смазать, да, чтобы получше прошло. Дальше, это лекарство уже, это утероцент, ну или утеротон, как его по-разному можно назвать, да, если вдруг какая-то будет проблема с охождением последа. Да, и в принципе, для профилактики, я думаю, его нужно поставить. Дальше есть антибиотик вот такой, намоксицелин. На всякий случай, в общем, шприцы. Всё. У меня тут приготовлен уже сепаратор на утро. Я всегда с вечера всё собираю, готовлю. Отёл, отёлом. А работу обычную никто не отменял. Внутренний удой надо сепарировать. Так, за ладушкой посмотрим через камеру. Пока всё нормально. Стоит с задранным хвостом. Схватки идут. Процесс долгий. Заодно лишний раз ещё сараи подприберёмся. Серёжа сейчас вон клетку для телёнка подготавливал уже. Так, Плюша, я сделала всё, что могла. Ты безнадёжна. Не могу. Отодрать вон с клочками всё. У меня каждый раз дилемма, оставлять её голой зимой в мороз. Или оставлять её в этих катахах. Ложись, 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 моя хорошая девочка. Ложись. Вот. Обе коротенькие. Обе вечно грязненькие. А вот к Милке я с этой щёткой, чесалкой даже не подойду. Она меня запинает своими копытами. У неё все коровы любят, когда их вычёсывают, чистят. Вот это мадам. Боже упаси, не подходите ко мне. У неё психоз начинается прям. Когда начинаешь её чистить. Чё такое? Чё происходит? Тоже телить собралась? На две недели раньше? Идите нафиг всё. Дайте хоть перерыв небольшой. Наша ладушка у нас с особенностями. С изюминкой. Мы, конечно, знали об этом с самого рождения её. Всё равно её решили оставить на коровку. Но я думаю, не пожалеем. У неё шесть сосков. Причём они расположены очень интересно. У нас ни у одной коровы так нет. Хотя у нас много шести сисек. Смотрите. Вот он. То есть вот эти соски будут доиться. Передние, задние. Ладушка. Чихо-чихо. А посередине с одной стороны и с другой стороны тоже сосок. Они доиться не будут. Но молозива сейчас течёт со всех шести сосков. Ну, потому что она очень сильно набрала вымя. Его просто уже разрывает. Вот смотрите. Прям струя. Из молозива льётся. Вот она у нас, я говорю, последние дни уже просыпалась прям в лужах. Молока. Все вот эти пять коров, которые у нас сейчас в сарае находятся. Плюс одна нетель, которая сейчас телется. Мы их привезли чуть больше двух лет назад. Всех одновременно. Они все у нас были нетелями. То есть мы у всех, у них принимали первые отёлы. Сейчас они у нас уже коровы. Вторым отёлом уже все растелены. Скоро уже третий принимать будем. Вот Злата у нас откроет эстафету третьего отёла. У всех страдаешь, Злата. Тяжело тоже. Скоро-скоро тоже растивишься. Шторм! Шторм! Сегодня ещё один у тебя сосед появится. Точнее, не ещё. А единственный, что это за... Ох ты как! Это ты так рад! Наконец-то, скажи, этот один как дурачок. Сижу в этой клетке? Да, да. Будет с кем. Побеситься тебе. Ты у нас самый маленький. Всё, пошли минуты, часы ожидания. Первый отёл всегда долго. Ты чё, сдурел? Все спать уже пошли. Распукарекался. Успокоиться не может. Ой-ой-ой-ой. Я думаю, что тут такое журчит. Ладно, ну ты всё, не сдаи. Только бедная. Аж поток целый. Так, ребят, прошло на данный момент около двух часов у нас. И на подходе виден уже пузырь внутри с водами. Вот, я всё ждала-ждала, где-где, не видать. Уже начала чуть-чуть нервничать немножко. Ну, показался. Скоро воды отойдут. Лада продолжает доиться. Залила уже всё вокруг молоком. Просто фонтаном всё хлещет. Да что это такое? Ты успокоишься или нет? Каждый час стабильно. В часы. В десять кукарекал. Сейчас один из ноль он опять кукарекает. Вот он, пузырёк. Ты дашь мне что-нибудь сказать или нет? Появился пузырь. Собирать не будем. Воды мы не собираем. Сразу говорю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тискользнулось. Ага. Вон всё в молоке. Тихо-тихо-тихо, она пугалась. Вода мы не собираем не потому, что мы противники этого, но просто у нас так как-то повелось и вот. Пляшет, пляшет. Давай, давай, Ладушка. Давай, моя хорошая. Всё, идёт, идёт. С водами. Да, да, да. Лежи, не вставай. Ага, дождались. Опа! Ой, пугалась. Молодец. Всё, всё, всё. Всё хорошо? Не пугалась. Не пугалась. Всё хорошо, Лада. Всё, всё хорошо. Не бойся. Прошло, ребят, три часа с момента начала схваток. Вот, три часа у неё, через три часа у неё отошли воды. Околоплодные воды мы не собираем. Просто у нас так, ну, как так повелось. Я не говорю, что это правильно или неправильно. Очень многие собирают, спаивают. Ну, вот, мы не собираем. Не знаю, почему. Не могу объяснить, хорошо это или плохо. Ну, вот так. Так. Ждали не особо долго. Может, минут 15. Вот уже виден небольшой пузырь, в котором уже должен быть телёночек. Так, ребята, процесс всё пошёл быстро. Вот появились копытца в пузыре. Так, Ладушка, ну что, помогать уже, не помогать? Сейчас попробую, проверю. Ну, всё нормально, там лежит второе копытце, голова. Не терпится. Вроде и лезть нельзя, ну и вдруг что-то не так. Ждём, ждём. Так, очередная схватка. Служимся. Давай, Ладушка, ты сможешь. Вот он, вот он, вот он, телёночек. Ну, иногда у кого-то прокалывали, у кого-то нет. Ну, смотря, как долго отёл идёт, в общем, эти пузыри. Сейчас процесс чуть-чуть подальше продвинется, чтобы ножки уже прям вышли хорошо. Там дальше видно будет. Вот, тоже дело небыстрое. Ой, как мне тебя жалко. Господи. Все ноги в разные стороны, глазки выпучила. терпи, ладушка. Терпи, давай, давай. Ещё чуть-чуть, надо вот, чуть-чуть ещё выдавить из себя, и мы тебе поможем. Дальше. Да. Передохни. Немножко. Этот этап всегда самый долгий, такой, мучительный. Когда вот эти ножки туда-сюда, 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 на месте стоят, не продвигаются. Особенно у не теле. Я помню, как наши первые расстелились, это всё очень долго было. И всё, и головы никак, и не видать, и не видать, и ходишь кругами. Тихо, тихо, всё хорошо. Пузырь оборвался, сам лопнул. Ну всё, дальше рожаем без пузыря теперь. Так, прошло полтора часа с того момента, когда появились ножки первый раз. Вот, мы дождались, когда она наконец-то ляжет. Всё это время продвижения особо не было за полтора часа. Вот, Серёжа сейчас верёвочку привяжет, и начнём потихоньку, помаленьку помогать. вон язычок вижу, голова лежит, всё нормально. Надо немножко ей помочь. её не застряли. Голова застряла большой, она не может или не может растянуться. Ой. Давай, давай. Давай, давай. Ага. Помаленьку, потихоньку. Сейчас пойдём. 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 Давай-давай, давай, давай, чуть-чуть устал, давай-давай, молодец, молодец, молодец. Чешти глаза ему выделишь. Давай, Лозочка, еще Лозочка. Давай, есть, есть, есть. Давай, тихо, 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 тихо. Все, ребята, мы родились, у меня самый ответственный момент, как всегда, блин. Закончилась память на телефоне. Ой, еле вытащили, ё-моё, еле вытащили. Ох, я думала, она разорвется вся, бедная. Лада, ну ты родила свою копию, у нас Лада родилась, 50 килограмм. Ой, мать. Вот плюшка ее рожала, тоже нетелью. Чуть не порвали корову. Дышит? Дышит? Ох, сейчас. Ох, это у нас тело такое, чехер, че подстелишь? Сейчас. Ты мой сладкий. Ох, тихо, тихо, тихо. Застряли капец. Если с головой помутились, вроде как-то вышло. Ох, тихо. А потом уже на середине застрял. Потом попу еле-еле, ой. Ужас. Ты мой сладкий. Все, Лада в шоке, она без сил просто. Ох, бля. Ничего, ничего. Всех восстановим, всех вылечим, все жить будут. Ой, господи, мы ему ножки не подвернули. Не, тормались. Так тащили вообще. А что было делать-то? Тянули. Телка? Ой. Телка. Телка. Я ж говорю тоже, точно копию свою родила. Откопировала. Откопировала. Только посмотрите, капец. Она ее не только по весу откопировала. Большую родила такую же. Так они еще и внешне похожи-то все. Да. Да, моя хорошая. Плюша. 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 Плюша! Плюша. Всё, всё, облизываемся. Твоя булочка сладкая. Молодец, Ладушка. Какая ты молодец. Всё, всё. Её поди там цепь не пускать. Нормально. Подвинуть. Всё, девочка твоя. Тихо, тихо, тихо. Не нервничай. Ой. Ой, мы все в какашках, в какой-то слизи, в кровище. Ужас. Потом померим, скажем, сколько девочка родилась. Я уже славно хотела звонить, телефон брать. Ага. Нет, слушай, вытащили вдвоём. Ну, видишь, когда мы из плюши такую тащили, это был самый первый отёл, было очень страшно. Поэтому помощь звали сейчас. Конечно, было тоже страшно, что большая, но уже хоть какой-то опыт имеется. Всё-таки вытащили корову, не разорвали в хлам. Это что за непоседа? Клюша, внучка твоя родилась. Да, ты теперь бабушка. Официально. Владушка, ну какая ты молодец. Как мне тебя жалко было. Такую помпушку-то родить. Нифига себе. Первый раз. Ты сказала, что крупненькая? Ну да, крупненькая. Я думала, это порвётся прям. Очень тяжело шло. Очень. Ну что, Владушку напоила. Серёжа телёночка забрал клетки. Теперь самое интересное для нас наступает. Да, Владушка? Будем как-то мыться и доиться. Первый раз. Ты что, готовы, зайчик? Да. Ну что, прислушиваешься? Опа. Давайте пока... Пока свяжем, Анаша. Сейчас ещё раз наступает. Я знаю. А значит пока в шоковом состоянии она может не тёргаться. А вот завтра она назад. Надо бы мы уже её свяжем. А-а-а... Герда. Ты бы... А то двигание. А то двигание. Ты бы куда-нибудь привыкайся, подруга, что рядом с тобой тоже двое. Давай, 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 давай. Двигайся. Двигайся. Ладно, позже отблигайся. И жопу стоим. Так, укладывайся и двигайся. Кладай. Двигайся. То есть подлинь? Да, не знаю. Всё, всё стоим и смежно. Надо клаучить. Клаучу, клаучу, клаучу. А-а-а-а. А-а-а. Так, я зафагливаю здесь. Да, не знаю. Ты её хочешь? Кто-то здесь. Ну ты, кто-то здесь. Она просто перестисляется. Ты сниваешь, не сваливаешь. Стой, 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 стой. хорошо она даже не шелохнулась и соски помыла все аппарат одели ничего нормально но я говорю первый раз обычно они в шоке и ничего не понимают а вот там уже через пару дней посмотрим как будет дается ничего ну что ребят все мы отелились слежа он кормит телочку меня сел телефон и закончилась память и все что только можно время где-то часа три ночи наверное так лада у нас отелилась где-то в час 30 примерно потом по камере посмотрю еще время в общем на весь отел от начала первых схваток до самого конца когда мы уже вытянули теленка ушло 45 часов 45 для первой елки нормально мы еще просто долго ждали когда она ляжет потому что невозможно было привязаться к ножкам берет когда корова стоит они живут и постоянно уходят стасываются назад вот и как только она легла уже начали помаленько помогать сама бы конечно не расселилась нереально теленочек довольно крупного для нет ну может быть у страха глаза велики завтра мы измерим но наверное все таки поменьше она чем лада родилась не будет килограмм я вот так смотрю но все равно крупновато не малючка осталось дождаться нам теперь пока выйдет последствий и принципе можно быть спокойными девочку докормим аппарат помыла уже все убрала все домой занесем там дома приберем и так утренняя дойка мне удалось поспать около трех часов сережа где-то час наверное подремал у нас очень редко прямо резко приморозила вообще погоды такие качели там от 35 до 15 и больше вот поэтому прямо прохладно прохладно я сказала и мы принесли нашей телочки костюм в котором у нас кто помнит ходила пуговка это такая вот жилетка вот здесь вот утянута чтобы не свалилась будем нашу девочку одевать чтобы не замерзла все-таки первый день родилась и мороз может еще покрепчать ладушка чувствует себя относительно неплохо ложись устала отдыхает много вот послед отошел это самое главное примерно через три часа после отела вышел полностью сам все хорошо молочная кухня пришла у нас обед я не могу я на нее смотрю но это надо так но это лада вторая ну реально откопировала это ксеркс какой-то один в один даже вот если фотку найду ли видео какое старое ладушкина это ладу это ладно я на нее смотрю я вижу ладу маленькую на 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 и на 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 ну ну ухи пока целая ладу-то отмороженные вот она звезда наша поворачиваемся поворачиваемся так ребята келочку мы уже назвали имя дали серёжа назвал ее вьюга так как у нас вчера мило довольно таки прилично у нас вот все равно пошли эти как они осадки природные явления теперь у нас шторму и грому еще и вьюга добавилась это наша вьюшка аппетит отменный это вообще удивительная девочка лопаем и все хорошо здоровая лобастенькая голова вообще ну я говорю как надо надо было такая же крупная здоровая девочка у нас прошла очередная вечерняя дойка ладышку сейчас подоили уже мы третий раз получается с момента отела все в порядке до им пока с антибрыком стоит в принципе нормально ну с антибрыком стоит нормально так конечно если его не одевать то она дергается ну естественно в имя отекшие и это первотелка ну что еще ожидать но ведет она себя в принципе так же как все вот наши предыдущие первотелки вели ничего нового ничего удивительного ноги до потолка не задирает просто перетаптывается стоит вполне нормально сейчас буквально неделька и все стаканится привыкнет дариться а девочки обе наши чувствуют себя хорошо лада сегодня уже вот сутки прошли получается с отела прям бодрячком такая вся веселая и маленькая девочка вон она в клетке в юга наша тоже чувствует себя хорошо а теперь нам нужно отдохнуть потому что мы уже можно сказать сутки на ногах мы немножко устали конечно все это волнительно но мы очень довольны что все прошло довольно неплохо без каких-либо неприятных последствий в общем все можно нас поздравлять у нас 2 лада родилась можно сказать точно и я копия новая девочка в нашем сарае на этом на сегодня все пишите комментарии подписывайтесь на наши каналы всем пока пока